Добрый вечер, меня зовут Андрей Бубукин, я ведущий программы Ужин для чемпионов, бизнес-тренер, коуч. Спонсор нашей программы – компания АБ-тренинг, эффективные тренинги для персонала. Мы превращаем скучающих работников в команду, нацеленную на получение прибыли. Сайт abetraining.ru, телефон в Москве 784-5862 с кодом 985. Наша программа называется Ужин для чемпионов. Чемпион – это человек, который смог в своей жизни добиться необычных результатов. Это успешный человек, человек, который реализовал свою мечту. Представляю нашего чемпиона – это Михаил Голубев, владелец и генеральный директор группы компании «Аквалон», производящих бытовую химию, косметику и профессиональные моющие средства. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер. Михаил – один из редких российских бизнесменов, который успешно занимается именно производством. В своем бизнесе он достиг вершин. Кроме этого, он заядлый путешественник и искатель приключений. Он несколько раз восходил на вершину Килиманджара на высоту 5895 метров. И наша тема сегодня – как дойти до снегов Килиманджара и в бизнесе, и в жизни. Уважаемые слушатели, я приглашаю вас звонить к нам в студию по телефону 65 10 99 и 6, код города 495, задавать свои вопросы нашему гостю, высказывать свое мнение. Вопросы можно также задавать прямо сейчас на нашем сайте по адресу www.finam.fm. Ну, мы с Михаилом старые знакомые, поэтому мы с ним на «ты», пусть это вас не удивляет. Миш, давай для начала расскажи, пожалуйста, радиослушателям о себе. Вот то, что ты считаешь нужным и интересным. Ну, хорошо, попытаюсь начать с того, что может быть интересно слушать. Я не буду начинать с детского сада, школы, института, хотя тоже много было интересных историй. Да, по образованию кто ты? Да, по образованию я химик, закончил Московский институт тонкохимических технологий, хотя до этого всю предыдущую жизнь мечтал быть биологом. Но так же и сложилось, что стал химиком, и нисколько об этом не жалею. После института я попал в замечательное учреждение Академию наук Советского Союза. Имел честь работать с академиком Флёровым, участником ядерных программ. Он был руководителем нашей лаборатории, которую мы организовывали с нуля. Ну, собственно говоря, там я пять лет проработал, как говорят, удовлетворяя собственное любопытство за счёт государства. К 89-му году, видимо, я его удовлетворил. Государство тем временем дало нам возможность удовлетворять не только своё любопытство, но и какие-то другие свои устремления. Поэтому... Ну да, 89-й год — это год такого размаха кооперативного движения. Кто помнит, 88-й, 89-й год — это начало кооперативного движения. И поэтому моя первая компания, которая была организована в 89-м году, носила гордое название производственного кооператива. И что ты производил? Других тогда не было. Значит, кооперативы тогда либо пекли пирожки, либо шили джинсы, либо что-то подобное. У нас был достаточно необычный кооператив. Он состоял из сотрудников различных НИИ, Академии наук. И мы занимались довольно интересным делом. То есть мы начали внедрять в жизнь то, что в нашей науке после защиты диссертации обычно кладётся на полку. То есть мы начали внедрять те знания, умения, то, что у нас было. И мы занимались очисткой всевозможных вещей, так скажем. Это были газы, жидкости, от серной кислоты до пива. И особо чистая вода для микроэлектроники. Это были и работы с здравоохранением. То есть мы занимались разработкой и производством, что самое главное. И уже в то время, там 89-90 год, мы уже производили фильтры для очистки гемодиализных растворов. И работали с нашими достаточно большими больницами. Боткинской больницей, детской больницей. А скажи, пожалуйста, вот что. Вот ты работал в науке, но при этом, когда появилось кооперативное движение, что-то тебя подвигло к тому, чтобы уйти из науки и заняться частным предпринимательством, по большому счёту. Вот что это было? Что это был за импульс? Ой, Андрей, эта тема во мне, видимо, жила всегда. Потому что я был предпринимателем, на самом деле, уже в школе. В школе я очень активно увлекался не только спортом, об этом можно попозже поговорить. Я ещё увлекался разведением всяческой живности. Рыбок, птичек. И особенно меня захватило в то время коллекционирование кактусов. Очень необычных растений, которые... Среди них есть совершенно необычные, редкие, красивые. Это не то, что обычно стоит на бабушек на подоконнике и покрывается пылью. Вот в те времена я сумел собрать коллекцию порядка 600 видов. Всё это размещалось. Но ты их коллекционировал, чтобы продавать, я надеюсь? Нет, я коллекционировал для того, чтобы получать от этого радость. Но... Когда коллекционное растение стоило 10, 15, 20 рублей. Понятно, мама на обеды давала гораздо меньше. Ну, рубль, да? Да. Поэтому я быстро сориентировался. И я начал всё это дело разводить. Вся моя комната была покрыта, значит, все стены теплицами, лампами и так далее. И вот каждую субботу, воскресенье я проторчал на птичьем рынке. Продавал эти самые, значит, сеянцы. Собственно, принося радости людям и себе, потому что это дало возможность мне собрать очень хорошую коллекцию. И заработать деньги. И заработать каких-то денег. То есть я никогда у мамы в это время не просил денег на... То есть это был такой внутренний потребность и импульс, да? То есть что-то тебя влекло к этому? Что-то да, что-то да. Ну, хорошо, давай вернёмся в 89-й год. Да, ну, видимо, вот это проснулось. Это проснулось во мне. Тогда, когда разрешили очень интересную вещь. То есть тогда, если кто помнит, были такие при комитетах комсомолов созданы научно-технические центры. Да, да, да. НТТМ. Вот. И меня волей судеб, значит, занесло как-то через знакомых, сейчас я уже не помню, сотрудничать с этим центром. Тогда это выглядело очень просто. То есть у тебя была какая-то разработка, и у тебя был готовый заказчик, то этот центр НТТМ представлял свою как бы юридическую крышу, и можно было провести договор через них, получив довольно приличные деньги на зарплату. Вот тогда были заработаны, собственно говоря, первые деньги на бизнес. Размер их был достаточен, чтобы начать собственный бизнес. То есть мы вдвоем с моей дипломницей заработали на двоих, ну, стоимость трехкомнатной квартиры времена. Но квартиру уже купить тогда было нельзя. От этих денег быстро осталось одно воспоминание. Начало 90-х, вы все помните, чем оно было знаменовано. Но ты же пришел в производство. А как ты пришел в производство? Почему именно производство? Производство. Хотелось пощупать что-то, сделанное собственными руками. Увидеть, как это работает. Это действительно приносило радость. Хотя в те времена зарабатывал деньги совсем на другом. На импорте компьютеров. Да, 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 я помню. Такая тема была. Телевизоры. Нормальная тема, да, нормальная тема, но меня влекло вот к чему-то другому. Хотя меня не миновала чаша сия. И в начале 90-х, если вы помните, все занимались, это называлось, работать вентилятором, гонять в воздух. То есть по Москве ходили слухи, что у кого-то что-то появилось. И все это начинали друг другу перепродавать, не видя это в глаза. Ну да, один побежал искать миллион рублей, а другой вагон сахара. Да, это сейчас анекдот, а тогда это были реальные истории. Этот вагон сахара перепродавался тысячи раз. Причем там могли вращаться реальные деньги вокруг этого. И, значит, мы тоже как-то затянуты были в эту игру, потому что заработанные деньги надо было как-то сохранять, оборачивать. А инфляция была бешеная. И что-то надо было на этом зарабатывать. И ты вложил эти деньги в производство, чтобы они не потерялись, не обесценились. Нет, мы занимались производством. У нас производство было такое, скорее инжиниринговая фирма. То есть мы разрабатывали какие-то установки, их изготавливали и продавали заказчикам. Потом их обслуживали, снабжали комплектующими. То есть это было не массовое производство. Это были такие вот индивидуальные, что называется, заказы. Но в те времена быстро умерла советская промышленность. В первую очередь здравоохранение перестало финансироваться. Соответственно, потерялись наши самые крупные заказчики. Это были государственные, естественно, заказчики. Они потеряли финансирование. Потом загнулась микроэлектроника. Все мы знаем, как это проходило. Ну, за ним последовала и пищевая промышленность. Соответственно, мы лишились практически всех заказчиков. Да, еще пользуясь внутренними какими-то запасами и ресурсами. Какое-то время снабжали больницы расходными материалами. Но потом все это закончилось. И стал вопрос, что же делать. Что же делать в такой ситуации, когда на руках 15 тысяч долларов на всю компанию. И, собственно, неплохие деньги в те времена. Тогда это были очень хорошие деньги. Но, тем не менее, что-то затеять такое серьезное. Я мечтал о зарплате в 300 долларов в 1991 году. И считал, что это огромные деньги. Да, тогда мои сотрудники получали 80-100 долларов. И они были, в общем, довольны. Да, да, да. Но, тем не менее, для развития серьезного бизнеса это было явно недостаточно. И мы сели лихорадочно искать. И тут мы вспомнили, что мы все-таки химики. Да. Вернее, это осознание пришло тогда, когда мы посетили выставку. На которой вдруг, внезапно, мы увидели стенд с очень красивыми бутылочками. Разноцветными, с красивыми этикетками. Сейчас, может быть, покажется это странным. Но в 92-м, 93-м году такого понятия, как бытовая химия, практически не было в России. Была сода, персоль, хозяйственное мыло. Ну, в лучшем случае. Не, ну что-то завозить уже начали понемножку. Вот завозить тогда еще практически ничего не начали. То есть это был рынок совершенно пустой. И мы увидели, как одна бельгийская компания выставила, значит, все вот это хозяйство. Очень красивая химия. Мы вроде бы в этом немножко понимаем. И мы решили, почему бы не попробовать. И все это вылилось в конечном итоге. То, что мы стали импортерами. Производственная деятельность затихла на какое-то время. И мы несколько лет подряд были дистрибьюторами бельгийской компании «Плон». Привозили сюда их бытовую химию. Но предпринимательская жилка производственная, она все равно никуда не девается. И в 97-м году мы начали переговоры с бельгийцами о начале производства здесь. Народ они довольно такой медлительный. Компания большая, бюрократическая. И только к августу 98-го года они созрели. Понятно. Понятно продолжение, да? Что случилось дальше. Что случилось дальше. В августе 98-го. Да, произошла нехорошая вещь, которая называется дефолт. Да. И всем нашим переговорам длительным настал конец. И тогда появился аквалон. И тогда появился аквалон уже в том виде, в каком он... А поскольку у меня было в результате их перегорова готово все. Были готовы проработанные рецептуры, технологии. Было готово помещение. Было даже понятно, где покупать оборудование. То я, как Остабендер, сказал, ну извините, тогда у меня есть не меньшее основания полагать, что я и сам справлюсь с этим делом. И справился. Да. Все началось с купленного маленького молочного реактора, в котором мы, значит, сами там... У нас было 7 человек тогда. На все про все. И производство, и продажа было 7 человек. А сейчас сколько у тебя работает? Сейчас у меня работает около 100 человек, ну цифра меняется. Фирма у нас для моей отрасли средняя. Достаточная. У тебя известные бренды, которые я часто вижу в наших крупных магазинах. Вот, например, Дебушер такой, который... Ну да, Дебушер. Про прочистка труппы и так далее. Да, Дебушер это наш, скажем так, бестселлер. Да. И это очень эффективное средство. И наша, собственно говоря, гордость, потому что это одно из самых эффективных средств на российском рынке. Да, поэтому нечего скромничать. Ты достаточно известный человек на рынке. Да. Нет, ну, моей целью не было создание какой-то гигантской корпорации или расширение на всю вселенную. Моя задача была создать небольшую, гибкую, эффективную компанию, в которой было бы просто интересно работать. Потому что деньги, они приходят и уходят. И много раз в те же 90-е годы приходилось их терять и уходить в глубокий минус. Потом восстанавливаться, вставать, подниматься, вставать, подниматься. После этого начинаешь понимать истинную ценность и деньгам, и всему остальному. Кстати, да, вот такой вопрос. А вообще, вот как ты считаешь, ты вообще человек успешный? Да. А для тебя какие могут быть индикаторы успеха? Для меня индикатор успеха, прежде всего, это жить, жить в согласии с самим собой, жить в радости, жить в гармонии с окружающим миром, включая людей близких. Ну, это внутренний индикатор. А это только внутренний индикатор может быть. Ну, мы живем все-таки в социальной среде, и у нас существуют какие-то определенные внешние индикаторы успеха. Ну, например, деньги. Вот что для тебя деньги? Деньги для меня, это первое, это возможности некоторые, которые без денег реализовать достаточно трудно. Второе, деньги для меня, это измеритель своей собственной эффективности. Ну, так все-таки вот есть здесь индикатор такой? Измеритель. 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 Если моя прибыль упала, допустим, в компании, значит, я смотрю, где же я неэффективен. Но само по себе это ничего не значит. Ну, было больше, стало меньше, потом станет опять больше. Это просто сигнал, что что-то нужно менять. Это такая обратная связь от бизнеса, от вселенной, от окружающей среды, что что-то надо менять. Понятно. Вот ты сказал такую вещь, упал-поднялся, упал-поднялся. Я не сказал еще нашим радиослушателям, что ты спортсмен и всю свою жизнь посвятил такому прекрасному виду спорта, как самбо. И даже в 2010 году стал чемпионом мира, да? Да. По самбо среди ветеранов. Да, был такой факт. Вот спорт и самбо, в частности, какую роль сыграл в твоей жизни? Вообще, как оно может помогать в жизни? Если может, конечно, помогать. Спорт, это, безусловно, в моей жизни сыграло огромную роль. Во-первых, мой тренер, тренеры, вернее, учителя, с большой буквы учителя, это те, кто учили меня жить, когда я был пацаном. И основатель нашего клумба, самбо-70, Давид Рудман, сделал величайшее дело в 70-е годы, организовал клуб для мальчишек, причем мальчишек, в первую очередь, неблагополучных. Потом уже туда стали приходить более-менее такие дети из обычных семей. Он дал мне на всю жизнь две заповеди, которые я до сих пор помню. Первая заповедь, выслушай всех и сделай по-своему. И вторая заповедь, самбисту не больно, самбисту приятно. Прекрасная заповедь. На самом деле, в этих заповедях есть очень глубокий смысл. И они у меня уже как, не знаю, въелись в меня, что ли. И вот это стал, поднялся, это тоже? Да, упал, поднялся. Подняться надо больше раз, чем упасть. Без падений не бывает, не бывает без неудач, поражений. Вопрос, как их воспринимать. Если каждую неудачу воспринимать как урок, если каждую неудачу воспринимать как возможность, потому что в любой... Неудача это всего лишь наша оценка. Это всего лишь наша оценка. На самом деле, это есть некий факт, некое событие, которое может стать очень большим толчком для развития. И вот это основное. То есть, когда я вернулся в спорт, меня туда позвали мои друзья, которые продолжали заниматься. Они меня позвали и сказали, ну, приходи. Я говорю, ну, куда мне? 46 лет, куда я пойду? Какой спорт? Ну, это тогда было 46. Да, тогда было 46, сейчас мне 51. Они говорят, что ты смеешься. Среди ветеранов, сейчас их стали, правда, называть мастерами, более, так сказать, я считаю, уважительно и правильно, мастера, проводятся чемпионаты, мы тренируемся, мы постоянно ездим, общаемся. Это тот же спорт. Неважно, сколько тебе лет, 17, 17 или 40. Ну что же, эта программа уже для чемпионов на Финам-ФМ. Мы вернемся после небольшой рекламы, оставайтесь с нами. Мы продолжаем наш разговор, я Андрей Бубукин, ведущий программы «Ужин для чемпионов» на радио Финам-ФМ. И мой гость Михаил Голубев, владелец и генеральный директор группы компании «Аквалон». Миш, мы с тобой закончили на очень интересной теме спорт, да, но не договорили. Вот ты начал рассказывать о чемпионатах, да, вообще о спорте. Это очень интересная тема, как вот в 50, да, в 46 лет прийти, ну, в общем, это большой спорт, да. Вот что было для тебя важным? Для меня важным, во-первых, мне было важно реализовать мою детскую мечту. Когда я вышел на ковер после такого перерыва, закончил я где-то спортом заниматься в 22-23 года. Когда я вышел на ковер после такого перерыва, я понял, что все возможно. И вот тогда всплыла во мне вот эта детская мечта стать чемпионом мира. Я когда был совсем-совсем маленьким, в первом-втором классе учился, я всем говорил, я уеду в Москву, буду заниматься хоккеем и стану чемпионом мира. Ну, с хоккеем не сложилось. А вот это вот, видимо, тоже где-то сидело, сидело у меня. И для меня это был очень большой урок, потому что я начал заниматься, я начал ездить на различные чемпионаты. Дважды стал чемпионом Москвы, чемпионом Московской области под дзюдо. И даже два раза занимал третье место на чемпионате мира по самбо. Но вот что-то не давалось, что-то не складывалось. И я уже начал подумывать о том, как бы, ну, наверное, все. Вышел в тираж, надо удовольствоваться своим третьим местом. И в моей жизни произошли некоторые процессы, о которых я потом расскажу, связанные с личностной трансформацией, личностным ростом. И тогда я осознал и понял, что победа и успех, они зачастую зависят от последнего рывка, последнего дюйма. Потому что зачастую чемпиона от второго места отделяют миллиметры, сотые тысячные доли секунды. И ты должен быть таким, чтобы вот эта тысячная доля секунды, она была твоя. Там нет места посредственности. Там нет места позволению себе быть, не быть лучшим. Это и... Когда я боролся в финале чемпионата мира в Праге, именно вот это ощущение сверхусилия, когда я за 50 секунд до конца схватки проигрывал, и все-таки сумел вырвать победу, она была сделана именно на сверхусилии. И сверхусилие – это то, что позволяет нам трансформировать. Трансформировать самого себя. Только через прохождение, через определенную ступеньку ты становишься другим. Вот эти те уроки, которые я извлек из спорта. После этого я начал еще заниматься, во время всего этого еще начал заниматься горными лыжами. Вот в этом году меня вовлекли в такое замечательное дело, как яхтинг. Я поучаствовал в регате в Хорватии, в замечательном совершенно мероприятии парусного клуба «Навигатор». Чему очень доволен, потому что это тоже... Вот остается только, как у меня, дайвинг бы еще заниматься. Только дайвинг, да. Уважаемые радиослушатели, если вы хотите задать вопрос нашему гостю, звоните по телефону 65 10 99 6 с кодом города 495 или пишите на сайт finam.fm. Миш, ты упомянул такую важную вещь, как личностная трансформация, и сказал, что наступил момент, когда ты что-то такое почувствовал, и вот что-то стало происходить в твоей жизни. Расскажи, пожалуйста, об этом чуть более подробно. Ты знаешь, уже общее место, что в жизни каждого человека есть кризисные моменты, да, кризис среднего возраста, подростковые кризисы и так далее. И в жизни мужчин очень часто, частенько, особенно мужчин, которые достигли каких-то уже вроде бы видимых успехов в жизни, наступает кризис такой поздней среднего возраста. Это, ну, скажем так, 40 плюс-минус. 45, у кого-то бывает это и в 30 наступает, но это время переоценки ценностей. Когда ты достиг, когда у тебя вроде бы все есть для хорошей, нормальной, спокойной жизни, да, что еще нужно, чтобы достойно встретить старость. Да, как говорил успеха, да? Да. Хороший дом, хорошая машина, замечательная жена, умницы и красавицы, дочки, да, бизнес работающий, а в душе-то все равно что-то свербит, что-то не так, что-то... То есть богатые тоже плачут, фактически. Да. Ну, денег никогда много и никогда мало их не бывает, на самом деле это, опять же, общее место. И цену деньгам ты узнаешь только тогда, когда они у тебя появляются. Или когда исчезают. После того, как появились. Да. Но не раньше. Нет, это понятно. Да. Мне кажется вообще, что рассуждать о том, что деньги это зло, что можно прожить без денег, может только человек, у которого эти большие деньги были когда-то, как минимум были или есть. То есть он испытал это на собственном опыте, а не просто прочитал в книжках, хорошо это или плохо. И вот такие кризисы зачастую приводят успешных людей, владельцев компаний, иногда к очень негативным последствиям, рушатся семьи, люди запивают, рушатся бизнесы. Да, всякие нехорошие вещи происходят. Нехорошие вещи происходят, да. И я почувствую, что у меня что-то тоже происходит, какая-то, нет какой-то удовлетворенности, вот нет полета, нет счастья в душе. И решил что-то изменить в своей жизни. Да, да. И тут, как на счастье попался человек, который мне сказал, сходи, посмотри. И ты сходил, посмотри. И я сходил, посмотрел. Ну что же, поговорим об этом отдельно. А сейчас у нас на линии Дмитрий. Дмитрий, добрый вечер. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Да, добрый вечер. У меня есть, если позволите, два вопроса. Первый. Используйте в производстве российское сырье, растительное или какое-то другое, какие-то, может быть, особенности. А второй связан с борьбой. Вот если бороться именно с мастерами, да, с профессионалами, то есть насколько все-таки важна весовая категория? Где какой-то предел, когда уже не хватает техники? Спасибо. Спасибо за вопрос, Дмитрий. Да, Дмитрий, спасибо за вопрос. Тема сырья, больная тема для производителей, для российских. Хочу сказать, что доля российского сырья в нашей продукции постоянно падает. К сожалению, к большому. То есть крупнотоннажные химические производства у нас не развиваются. И основную часть сырья мы используем импортную. Даже то, что раньше производилось в России, самые простые вещи, сода, лимонная кислота, щелочь, сейчас завозятся, например, из Китая, из Европы уже сейчас такие вещи там тоже не делают. Вот, к сожалению, такая проблема есть. Ну и по мастеров? Про мастеров? Про борьбу. Естественно, когда про мастеров, мы сейчас говорим про людей уже более старшего возраста, там, конечно, большее значение имеет возраст, чем весовая категория. Ну и техника, наверное. Техника, да. То есть мастера, чем борьба мастеров отличается от борьбы молодых? Мы очень бережно относимся к друг другу. Мы понимаем, что рядом такой же человек, как ты. То есть элемент соревновательности, он, безусловно, существует, и мы грыземся до последнего. Но при этом ни в коем случае не причиним вреда или какой-то нечестной борьбы не существует в борьбе мастеров. То есть такой фейерплей. Фейерплей там, ну это принято. И человек, который нарушает это, моментально становится, ну как бы почти неприкасаемым. У нас есть вопрос с сайта. Виталий спрашивает. Очень интересно, а столкнулись ли вы в 90-е годы с рейдерством, крышей и с сопутствующими чиновниками? Или удалось это миновать или договориться? Ну честно скажу, с рейдерством мне не пришлось столкнуться. Вот, видимо, в силу небольшого размера своей компании я был мало кому интересен. С крышами сталкиваться пришлось. Вот, но мне повезло. Я как-то быстро из этой темы выскочил, потому что тех ребят, которые пришли меня крышевать, скажем так, и пытаться подмять, их очень быстро наши правоохранительные органы замели по каким-то их другим совершенно делам. И они больше не появлялись. И как-то мне эта тема миновала. Но это была действительно очень сложная на тот момент ситуация. То есть практически каждая фирма сидела под какой-то бандитской крышей. А вот чиновники, всякие надзоры? Чиновники, надзоры, эта тема еще более больная. Особенно сейчас. Тогда она решалась как-то проще. Их не было столько. Не было столько надзорных органов, не было столько регулирующих друг друга, причем взаимоисключающих законов. Сейчас это, я считаю, проблема одна из самых серьезных, ограничивающих рост, особенно производственного бизнеса. Миш, вот мы с тобой начали говорить на очень интересную тему. Ты сказал, что кто-то тебе сказал, сходи и посмотри. Вот вопрос, куда ты пошел и на что ты посмотрел, чтобы изменилось твое мировосприятие. Да, я пошел, в общем, не особенно понимая, куда я иду, и попал я в такое место, которое называется Московский тренинговый центр. Это центр, который ведет программу личностного роста, так называемый основной продвинутый курс, лидерская программа. С первых же слов тренера я понял, что это обо мне, что мне сюда. Вот, и я прошел всю эту ступеньку, прошел и основной курс, и продвинутый курс, и лидерскую программу, я ее закончил в 2009 году. И я скажу, что это для меня действительно было трансформирующим моментом. То есть качество моей жизни изменилось, ну, я не знаю, в несколько раз, если это можно мерить разами, да, и процентами. Ощущение жизни, результаты, отношения, они подверглись пересмотру и трансформации, причем в том направлении, в котором нужно мне, отвечают мне. И при этом я очень благодарен этим процессам, хотя они достаточно дискомфортны, потому что любой рост, как известно, начинается в зоне дискомфорта, в зоне комфорта нет роста. Там хорошо, там приятно, там тепло и сладко. Но роста там нет. Конечно, понятие рост, личностный рост, духовный рост, он для каждого человека, это, наверное, понятие свое. Каждый в него вкладывает свое. Я достиг того, чего хотел. И, знаете, это такой был волшебный пинок самому себе, при помощи тренеров, при помощи процессов разработанных. А дальше уже дело твое. Ты можешь воспользоваться этим пинком и двигаться дальше, наращивая скорость, где-то сам себя подпинывая, где-то пользуясь помощью тренеров, коучей, таких вот, как наш ведущий Андрей Бубокин, замечательный коуч, кстати говоря, и тренер. Вот. Мало того, меня эта тема так захватила, что я сам на сегодняшний день являюсь и коучем, и тренером. То есть я веду тренинги по достижению и постановке целей. То есть по лидерству. Ну, по большому счету. По большому счету, да. Как быть лидером своей жизни. Собственно говоря, как достигать того, чего ты хочешь. И самое главное, делать это весело, радостно и не мучаясь. И легко. Ну, легко, наверное, не бывает, особенно поначалу. Поначалу не бывает. А есть как бы уже более продвинутые процессы, где ты понимаешь, что все это можно делать и легко. Ну да, если ты смотришь, как, скажем, слоломист спускается со склона, и если он хорошо катается, то возникает ощущение, что он это делает очень легко, так непринужденно, так порхает. Но на самом деле, пока ты не вложил в это весь свой труд, потому что я сам катаюсь на лыжах аж с 1970, страшно сказать, 1977 года. Вот. И пока вот сам не прочувствовал, пока тысячу раз не упал, то вот этой лёгкости ей действительно не бывает. Это ты абсолютно прав. Да, это лёгкость, которая уже называется мастерство. Там, где сложные вещи делаются легко. Делаются легко, да. У нас, кстати говоря, очень часто путают понятие сложно и трудно, легко и просто. Легко и просто, да. Это на самом деле, вроде бы близкие, понятно, на самом деле кардинально разные. Вот, например, встать утром и сделать зарядку, это сложно? Не знаю, я встаю и делаю. Это очень просто. Встал и начинаешь делать. А вот, например, кататься как профессионал на слалами, это сложно. Ну, тяжело. Это не тяжело, это сложно. Потому что это масса разных элементов, сопрягающихся друг с другом, со своими взаимосвязями. А просто встать утром, это очень легко. Это очень просто. Естественно. Просто, но трудно. Но трудно. Но трудно. Потому что нужно себя заставить поначалу. Нужно себя пнуть. Но это сделать может каждый человек, поэтому это несложно. Ну, если бы это мог сделать каждый человек, это бы все делали. А вот тут зависит вопрос. Зачем? Зачем тебе это нужно? Для чего? Если тебе нужна какая-то очень важная вещь, например, успеть на самолет или встретить любимую девушку, встанешь как миленький. Спать не будешь. Проснешься без будильника. Скучишь и побежишь. Поэтому вопрос о важности, о ценности. Зачем тебе все это нужно? Вот смотри, ты затронул очень важную тему, которая называется, условно говоря, препятствия в жизни, которая связана с мотивацией, с разными другими вещами. А вот такая важная вещь. Ведь по жизни мы очень часто встречаемся с тем, что мы называем препятствием, или что мы считаем препятствием. Или есть такое слово в русском языке. Оно не русское, но оно в русском языке проблема. Люди говорят проблема. У меня возникает ощущение, что такой железобетонный кирпич падает тебе на голову. Вот скажи, пожалуйста, вот на пути по жизни, вот на пути к мастерству, с твоей точки зрения, как преодолеть вот это разочарование, горечь, боль, лень, вот все то, что тянет тебя назад и мешает тебе раскрываться. Как ты считаешь? Как преодолеть это? Ну, первое, я бы, ну, к этому, наверное, нужно прийти. Я сейчас выскажу, может быть, спорную для многих слушателей вещь. Я вообще считаю, что проблем не существует. Существуют некоторые события в жизни. Проблемы, они становятся тогда, когда мы их начинаем считать проблемой. Действительно, бывают, случаются события малоприятные, казалось бы, да? Но опять же, приятные они или неприятные, все зависит от точки зрения. Поэтому, когда на моей, передо мной встает какая-то так называемая проблема, первое, нужно посмотреть, а проблема ли это? Может быть, встать на другую точку зрения и посмотреть, а какие возможности эта ситуация, этот факт, какие возможности они могут мне открывать? Что таится в ней такого? Может быть, это какой-то урок, который преподносит мне окружающая среда и вселенная? Может быть, это возможность для моего развития? Может быть, это тот самый лесной пожар, который расчищает дорогу новой жизни? Всегда можно проблему обратить в то, что тебя развивает. Возможность. Проблема превращается в возможности. И тогда ты, как вот этот самый слоломист, объезжаешь легко эти впадины, эти горки, используя их для того, чтобы получать удовольствие. И недавно видел такую фразу, что никогда не говоришь, что у меня появилась проблема. Говорит, надо же, как интересно получилось. Кстати, вот я не знаю китайский язык, но говорят, что в китайском языке слово «кризис» выражается двумя героглифами. Один из героглифов значит вот сложность, проблема, а другой значит возможность. То есть вот кризис — это возможность? Как ты считаешь? Или что? Обязательно. Могу даже сказать, что моя компания на всех кризисах только поднималась. Но это ты умеешь. Сначала это было неосознанно, потому что то ли опыт, то ли какая-то интуиция позволяли мне применять определенные принципы, которые я на сегодняшний день уже осознаю и могу их применять осознанно. Например, принцип «выиграл-выиграл». Когда в момент кризиса твои конкуренты могут стать твоими друзьями, когда поставщики, которые перестают тебе отгружать товар или сырье с отсрочкой платежа и требуют предоплату, когда они потом становятся твоими надежнейшими партнерами, когда ты играешь с ними в игру «выиграл-выиграл», мир становится другим. Когда ты не рассматриваешь, когда ты рассматриваешь любого, кто появляется на твоей пути, как возможность, возможность сотрудничества, возможность обоим выиграть. Мы очень часто любое соперничество воспринимаем, как один выигрывает только в том случае, если второй проигрывает. Второй иногда даже погибает. Да. Не только проигрывает, но и погибает. Да. И иногда вот эти войны ведутся не на жизнь, а на смерть. Ну да. Сейчас, ты знаешь, ты сказал такие два важных глагола «выиграть-выиграть», но сейчас уже играется парадигма «три выиграть». «Выиграть-выиграть-выиграть». Выигрываю я, выигрывает партнер, выигрывает окружающая среда. То есть люди, которые тебя окружают, они тоже выигрывают от того, что выигрываете вы. Совершенно верно. Они вовлекаются в эту игру, они смотрят и видят, что да, можно и по-другому, можно и так. Это программа «Ужин для чемпионов» на радио Финам-ФМ, спонсор выпуска компании АБ-тренинг. Мы продолжаем наш разговор. Я Андрей Бубукин, ведущий программы «Ужин для чемпионов» на радио Финам-ФМ. А в гостях у меня Михаил Голубев, владелец и генеральный директор группы компании «Аквалон». И, кроме всего прочего, он настоящий чемпион, чемпион мира по самбо среди мастеров, среди людей старшего возраста. Уважаемый слушатель, я приглашаю вас звонить к нам в студию по телефону 6510996, код города 495, задавать свои вопросы нашему гостю, высказывать свое мнение. Вопросы можно также задавать прямо сейчас на нашем сайте по адресу www.finam.fm И у нас, кстати, есть два вопроса с сайта. Первый вопрос. Ирина спрашивает, должен ли успешный человек мечтать? А у вас есть голубая мечта? Интересный вопрос. Ну, должен, не должен, я бы в таких категориях не стал. Каждый успешный человек мечтает. Без мечты, собственно говоря, невозможно двигаться вперед, у вас нет движущей силы, у человека, ну, просто мечта, она есть по факту, иначе человек без мечты это не успешный человек. Вот я бы так ответил. То есть мечта, что это видение какое-то, да? Это видение, это четкое знание, это мое, это направление движения. Не факт, что все случится именно так, как ты видишь. Мир слишком турбулентный, особенно сейчас, он очень непостоянный, неспокойный, и тебя может привести немножко в другое место, но общее направление, оно просто обязано быть. Иначе ты без парусов, без витрил, ты не знаешь, куда двигаться, куда занесет. Вадим спрашивает, скажите, пожалуйста, были ли у вас случаи, когда хотелось все бросить, в смысле неудач в бизнесе, экономические трудности, проблемы с чиновниками, недопонимание окружающих, и что вам помогало подняться в таких ситуациях? Да, такие моменты были, вот об одном из таких моментов я говорил, кризисных моментах. Помогала вот та самая мечта, то самое видение, и ощущение, как бы это правильно выразиться, правильное ощущение того, кто я есть на самом деле. Вот ощущение самого себя. Я не знаю, отвечу ли я тем самым на вопрос, но когда начинаешь задумываться, а, собственно говоря, зачем мне весь этот бизнес? Зачем мне эти деньги? Зачем мне это производство? Зачем мне эта вся борьба ненужная? И когда честно себе отвечаешь на этот вопрос, причем отвечаешь на него достаточно долго, потому что зачем? За этим вопросом следует следующий вопрос, а это зачем? И ты выходишь на очень глубокие человеческие ценности, и ты понимаешь, надо тебе это на самом деле или не надо. Не надо, все, слезай с этой сдохой лошади и ищи себе другую, или выращивай. Если это тебе важно, если это ценно, если это тебя поддерживает в жизни, приносит радость тебе и окружающим людям, двигайся вперед, делай все для того, чтобы поднять это дело. Самое главное, не сдавайся. Миш, вот наша слушательница Ольга через наш сайт возвращает нас к теме нашей передачи, как она была заявлена. То есть, как дойти до снегов Килиманджаро. Вот я знаю, что после определенного момента ты вдруг принял решение зайти на Килиманджаро и сделала это аж два раза, да? Да. Вот что тебя, что тебе, я знаю, что ты в феврале собираешься третий раз туда ехать. Да. Что тебя подтолкнуло? Вот почему Килиманджаро? Знаешь, Андрей, да. Что мотивировало? Это детская мечта, на самом деле. Опять же, возвращаясь к мечте. Я когда-то в подрядском возрасте прочитал известный рассказ Хемингуэй, снега Килиманджаро. Он меня очень поразил, впечатлил, особенно вот эти вот картины. И, видимо, где-то это засело. Может быть, это была просто, просто красивая фраза снега Килиманджаро. Сейчас уже трудно сказать, но это где-то сидело. И когда я заканчивал свою лидерскую программу, и был выпускной вечер, нас все поздравляли, награждали, и я вышел говорить свое слово, и я сказал всем спасибо, разумеется, как это там положено по сценарию, по формату. А потом вдруг я сказал, а вообще, значит, на следующий год я пойду со всей своей командой на Килиманджаро. Откуда это выскочило, я не знаю. Можно это было, нельзя, в моем возрасте или в моем состоянии, или как. Нет, я просто этого не знал. Ты спортсмен, прекрасная, Я даже не помнил, какого она высоты, да, и так далее. То есть я ничего об этом не знал, я просто вот сказал, что я это хочу, это где-то во мне было, видимо, детская это мечта. После этого я начал интересоваться, готовиться, собрал команду, команду 8 человек. Это были в основном мои друзья, вот из тех же лидерских программ. И мы в январе, значит, 10-го года, в феврале уже даже, мы зашли вот на вершину, высочайшую вершину Африки, гору Килиманджаро. И этот опыт был для меня настолько бесценный, этот опыт вообще был не о восхождении на гору. Да, вот расскажи об этом, о чем это вообще? А вы знаете, восхождение на гору, может быть, опытные альпинисты расскажут лучше, я расскажу свой опыт, я не могу сейчас считать опытным там альпинистом, тем более, что Килиманджаро это не альпинизм. Это горный туризм, скорее. Да, это трекинг горный туризм, хотя там очень высоко, почти 6 тысяч метров, и это такая микромодель жизни. Как ты ставишь цель, как ты достигаешь, как ты строишь команду в своей жизни, как ты взаимодействуешь, как ты поддерживаешь, как тебя поддерживают другие люди, как строить взаимоотношения в критических ситуациях, как побороть своего внутреннего, как его иногда называют, придурка, который тебе на высоте 4 тысячи или 5 начинает говорить, какого черта ты сюда поперся, зачем тебе это все надо, сидел бы дома, тебе здесь плохо, тебе здесь тяжело. Эти разговоры начинаются, мозг наш, он очень умный, он тут же находит тысячу причин, почему этого не надо делать. И на самом штурме ты понимаешь, что достижение вершины это так же, как в жизни. Ты знаешь, что есть цель, ты ее не видишь, потому что восхождение идет, как правило, ночью. Ты видишь, освещая фонариком только камни и ботинки впереди идущего человека. Это так же, как в жизни. Ты знаешь, что есть цель, она у тебя есть. Ее пока нет, ты ее представляешь себе. А звезды? Звезды светят, да, но вершины ты не видишь, ты видишь только то, что здесь и сейчас. И ты просто делаешь очередной шаг. Как достичь цели? Просто делать шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом. Другого пути нет. Когда она у тебя есть цель, нужно просто делать ежедневные шаги, которые приближают тебя к цели. Единственный секрет. Вот как создать мотивацию, это уже совершенно другая тема. Ну вот смотри, ты взошел первый раз, да, в феврале 2010 года. Потом ты взошел второй раз и сейчас собираешься в третий раз. Почему вот, почему одна и та же гора? Вот что там тебе так, что ты там нашел на вершине? Что тебя там привлекает? Кроме того, что это просто замечательное место, очень энергетическое, очень привлекающее, само по себе, безумно живописное. Это не прогулка под звездами, это восхождение. Это реально очень тяжелое испытание для человека. Ну я думаю на 6 тысяч метров. Да. Вот говорят, зачем ты лезешь, это та же самая гора. Я говорю, нет, не та же самая. Как дважды нельзя войти в одну и ту же реку, так ты не войдешь дважды на одну гору. Я другой, люди другие рядом. Я учитываю те ошибки, которые сделаны были при организации предыдущих восхождений. Я учусь, может быть, заново строить команду с другими людьми. Потому что были, безусловно, ошибки. Ошибки в подготовке, ошибки в выстраивании взаимодействия между людьми. Чтобы это сделать просто более радостным, более впечатляющим событием. Кстати говоря, в прошлом году у нас было необычное восхождение. Пятеро из восьми участников, это были мои ровесники, это были мои школьные друзья, мои одноклассники. Нам всем в прошлом году было по 50 лет, и мы сделали себе такой подарок. На 50 лет взошли в пятером на Килиманджаро, 50-летние мужики. И недавно мы встречались, эти люди сказали мне слова, которые меня тронули. Они сказали, что это то, что должно быть в жизни каждого мужчины. Подобное событие. Не обязательно, что это будет Килиманджаро или какая-то гора. Но событие подобного масштаба запоминается на всю жизнь. Знаешь, Миша, когда мне исполнилось 50, я тоже сделал себе подарок. Я поехал в Тибет и взошел на гору Кайлош. Это 5444 метра. Поэтому я тебя прекрасным образом понимаю и понимаю тех людей, которые были тебе благодарны за то, что ты пригласил их в это приключение. Это, в общем, приключение по большому счету. Да, приключение. Классно. Миш, хочу у тебя вот еще что спросить. Сегодня в ходу есть такое слово, как миссия. Она есть как у компании, так и у людей. А у тебя есть миссия? Если есть, то как ее можно сформулировать? Миссия, такое слово, немножечко оно может быть даже обесцененное в последнее время, потому что... Ну, все говорят, миссия, компания, миссия человека. Миссия, компания. Когда спрашиваешь у владельца, какая у тебя миссия, он говорит, сейчас я посмотрю, у меня там в сейфе на бумажке написано. Все написано. Да, тут приходили ребята из тренинговой компании, или там с консалтинга, они мне все написали, так что есть у меня миссия, не волнуйся. На самом деле, миссия, это... я уже немножко об этом говорил, это жить в гармонии, жить в гармонии с самим собой, с окружающим миром, и нести радость, нести радость в этот мир. Уважаемые слушатели, я приглашаю вас звонить к нам в студию по телефону 6510996, код города 495, задавать свои вопросы нашему гостю, высказывать свое мнение. Вопросы можно также задавать прямо сейчас на нашем сайте по адресу www.finam.fm Миша, у меня такой вопрос, а можно ли спланировать жизнь? И если да, то каковы главные законы такого планирования? О, какие вопросы! Безусловно, полностью спланировать жизнь нельзя. Жизнь, она многообразна, она зависит от множества желаний и планов других людей, но можно сформировать и сформулировать некие правила своей жизни, правила, по которым ты живешь, свой личный кодекс. И тогда, когда ты живешь в гармонии с этим кодексом, в согласии с самим собой, собственно, жизнь становится такой, какой она должна быть. Радостный, спокойный. Ну, в хорошем смысле, спокойный. Она может быть и неспокойный, да? В душе спокойный. Спокойствие в душе. Спокойствие, радость, благополучие и самое главное ощущение вот этой внутренней наполненности и целостности. Это самое главное. Вот эти правила жизни, они у каждого человека есть, несмотря на то, что у большинства они не прописаны, конечно, на бумаге. Вот. Но я бы, может быть, даже посоветовал, я не люблю как коуч давать советы, да? Как ты знаешь, коучи не дают советов, да? Да, дал совет, верни деньги. Да, верни деньги, да-да-да. Но я все-таки бы дал совет, может быть, нашим слушателям. Пусть они выберут минут 10-15 своей жизни, не так много времени, может быть, сэкономят на чем-нибудь и сядут, возьмут листочек бумажки, ручку и напишут, что на самом деле важно для них в жизни, что ценное. Для чего вообще стоит жить? То, что важно на самом деле. Миш, на Востоке есть такая метафора, что очень хорошо или было бы неплохо, когда мы представляем из себя как бы океан, который сверху такой бурный, шумный, штормит, а внутри тишина, покой и счастье. У нас есть звонок на линии Пелагея. Пожалуйста, Пелагея, добрый вечер. Добрый вечер. Михаил, здравствуйте. Добрый вечер. Вот, вам хорошо слышно? Да, хорошо, спасибо. Вы личность очень интересная, многогранная, и хотелось бы, чтобы вас пригласили на программу, детскую программу, где бы отроки сейчас очень невостребованные в жизни услышали бы вас, ваше мировоззрение узнали немножко, а вас побольше. Вот программа «Есть 100 вопросов взрослому». А еще хотелось бы, чтобы вы подискутировали за круглым столом, вот, как вам сказать, с нынешними депутатами из Госдумы, и чтобы в этих диспутах дети увидели, кто более достойный тех мест, которые они занимают. Вот меня очень беспокоит на нынешний момент, кто там сидит, и за что люди им платят. Спасибо большое за ваше мнение, Пелагея. Спасибо, Пелагея. Мы обязательно доведем ваше мнение до руководства радиостанции. Может быть, Михаил поучаствует действительно в какой-то дискуссии с нашей молодежью. У нас есть еще один звонок на линии. Сергей, пожалуйста, Сергей, задавайте ваш вопрос. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Михаил, меня зовут Сергей. Вопрос у меня следующий. Каким образом мне, как молодому человеку, которому 28 лет, я занимался брокерским бизнесом, определиться действительно, чего я хочу в жизни и что мне может нравиться? Вопрос, наверное, такой более психологический. Если можете что-то подсказать, был бы очень рад слышать. Сергей, я бы вам посоветовал пройти тренинги на эту тему. Сейчас существует масса хороших тренингов. Единственное, вам нужно, конечно бы, по чьей-то рекомендации найти хорошего тренера, хороший тренинг. И сейчас эти процессы достаточно хорошо разработаны. Тренинги по нахождению своего собственного предназначения. Есть тренинги по повышению своей личной эффективности. По лидерству. Да, по лидерству. Но первое, с чего стоит начать, это или поработать с коучем, как вариант. Цели, полагания, мотивации. Да, личные полагания. Вот я, например, веду не так часто, но я веду свои тренинги, разработал тренинги по достижению целей, целеполаганию, как достигать целей, как их, самое главное, правильно строить, чтобы потом не быть разочарованным, когда эти цели будут достигнуты. Кстати, Миш, у нас вопрос с сайта. Анна спрашивает, хочется на тренинг. Куда идти? Это как бы продолжение предыдущего вопроса. Имеется в виду вообще на тренинг? Ну, наверное, я думаю, что на тренинг личностного роста. Вы знаете, я не буду просто рекламировать то, что не знаю. Я проходил тренинг личностного роста в Московском тренинговом центре. Вот то, что я могу сказать, и то, что для меня лично это было событие, ну, почти номер один в жизни. То есть за это ты ручаешься? Я могу ручаться, что там сидят профессиональные люди, которые не навредят. А на самом деле в процессах личностного роста все зависит от самого человека, от его приверженности, от его трудолюбия. И далеко не все, конечно, достигают тех результатов, на которые рассчитывают, потому что надо работать, надо делать, надо двигаться вперед. Не всегда это комфортно. У нас еще один вопрос на линии. Дмитрий, Дмитрий, пожалуйста, слушаем вас. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Часто говорят, что для бизнесмена важно поставить правильные цены, не заработать много денег, а, например, занять какое-то место на рынке, стать лучшим производителем подушек, еще что-то. Вот вы разделяете или сейчас какой-то другой подход к целям более современный есть? Спасибо. Я считаю этот подход именно самым современным. То есть цель ставится, исходя из того, что для вас важно на самом деле. Когда ко мне приходят молодые предприниматели и говорят, что они хотят организовать собственный бизнес, первый вопрос, который я им задаю, а чего ты хочешь? И когда поступает ответ, а это очень часто бывает, я хочу получать много денег, надоело работать с 9 до 6 и надоело работать на дядю. Для меня очевидно, что 99% таких бизнесов обречены на неудачу. Потому что человек не питает бизнес своей энергией, своей мечтой, своей приверженностью. Потому что бизнес это прежде всего ответственность. А уже потом деньги, время. Многие смотрят на уже успешных людей, но они забывают, сколько этим успешным людям пришлось попахать, для того, чтобы добиться вот этих привилегий. Может быть, тратить свое время на себя. Чтобы стать генералом. Генералом, что надо начинать-то? От лейтенанта, в общем, пройти. Да, надо послужить на границе где-нибудь. Лейтенантом, командовать солдатиками. Поэтому только тот бизнес, который питается энергией своего создателя, на начальном этапе, конечно, я не говорю о больших бизнесах, а начальных, только тот бизнес обречен, он обречен на удачу, на успех. Да, еще хочу добавить, что с моей точки зрения, бизнес может быть успешным только тогда, когда человек болеет этим делом. Когда вот его тащат от того, чем он занимается. Ну что же, у нас осталась одна минута. Наша программа подходит к концу, и мне только остается поблагодарить Михаила за то, что он поделился с нами своими мыслями, своим жизненным, профессиональным опытом. Большое спасибо, Михаил. Спасибо, Андрей, за предоставленную возможность. И один очень коротенький вопрос и коротенький ответ. Что ты, Михаил, хочешь от жизни? Что я хочу от жизни? Да. Радости? Ну что же, это очень важно, когда в жизни есть радость, есть счастье, есть ощущение легкости. Это была программа «Ужин для чемпионов» на радио «Финам.ФМ». Я ее ведущий Андрей Бубукин. Следите за анонсами нашей программы на сайте www.finam.fm. Я хочу в первую очередь поблагодарить всех радиослушателей, которые приняли активное участие в нашей программе и которые звонили нам и задавали свои вопросы и делились своим мнением. До свидания. До скорой встречи в четверг в 21.00 на частоте 99,6 «Финам.ФМ».